собрались по есть даже с некоторым излишком поэтому мы начинаем защиту глобки кирилл Владимировны проект заключения роддом и тогда уважаемые коллеги диссертационный совет ффм 138002 поступили документы екатерины гладких гладких екатерины владимировны инвалид на гладких все документы соответствуют положению мфты и и поэтому мы можем продолжать работу есть вопросы вот вам здесь написано 30 20 здравствуйте уважаемые коллеги сегодня я представляю свою работу на тему исследования методом динамического ингредиентирования механических свойств облученных реакторных материалов данная работа является актуальным исследованием для создания новых конструкционных материалов термоядерных ядерных реакторов различные материалы проявляют существенно разные свойства в диапазоне рабочих температур и доз облучения при низких температурах имеет место радиационное упрочнение при высоких термической ползучесть для того чтобы исследовать образец после нейтронного облучения необходимо провести ряд комплексных испытаний дело в том что образцы обученные нейтронами обладают наведенной радиоактивностью их получение требует длительных трудозатрат которые соответственно обладают высокой стоимостью многолетние исследования показали что заменой нейтронному облучению в некоторой степени может служить облучение ионами облучение тяжелыми ионами не приводит к возникновению наведенной радиоактивности и осуществляется в гораздо более короткие сроки за одни сутки можно получить образец который затем будет исследован на механические свойства для того чтобы принять решение о внедрении нового материала в конструкцию реактора необходимо провести соответствующие испытания на растяжение образцов если образцы объемные либо на инструментальное инвентирование данная работа посвящена методу инструментального инвентирования поскольку образцы облученные ионами обладают при поверхностным слоем модифицированным толщиной всего несколько микрометров обученные в данной работе образцы это стали еврофер 97 ик 181 а также сплав вольфрам и среди проведенные исследования позволили сформулировать положение вносимые на защиту целью данной работы являлась отработка методики исследования свойства облученных вонами материалов с помощью динамического инструментального инвентирования включающий одновременно учет пластических валов и размерного эффекта инвентирования были получены значения инструментальной твердости для образцов с плавой еврофер 97 ик 181 а также вольфрамы шестью процентами рения после прохождения процедуры облучения с дозой 5,6 мега электрон вольт данные зависимости имеют вид спадающих кривых и стремятся к твердости не упрочненного материала на глубинах более двух микрометров было выявлено схожее поведение при поверхностных слоев частности их твердость для всех исследованных образцов имела наибольшее значение вплоть до глубин 400 нанометров было проведено моделирование методом конечных элементов внедрение идеального виндентора типа берковича в материалы типа стали еврофер 97 ик 181 был учтен сложный профиль повреждающей дозы который показал что прирост твердости данных образцов промоделированных соответствует экспериментальным данным с точностью до 10 процентов внедрён метод программное обеспечение наноскан метод динамического инструментального винтирования который позволяет исследовать многие свойства образцов как я уже сказала испытание реакторных материалов может проводиться на растяжение однако если эти материалы получены методом облучения ионами то величина при поверхностного слоя модифицированного составляет всего несколько микрометров и поэтому в арсенал вступает метод инструментального виндентирования заключающиеся в регистрации зависимости силы от перемещения индентера и расчета твердости и модуля упругости инструментального из этой кривой статическое вдавливание регламентируется гостом однако данный способ не позволяет получить зависимости твердости от глубины внедрения дентера что существенный интерес представляет для исследованных данной работе образцов имеющих гетерогенные слои поэтому можно воспользоваться методами частичной разгрузки либо многоцикловыми испытаниями представляющими собой динамическое интенсирование оба эти способа позволяют получить практически непрерывные зависимости твердости от глубины внедрения дентера кроме того метод динамического интенсирования позволяет получить вязкоупругие характеристики на ряде образцов перед проведением испытаний необходимо провести калибровку лабораторного оборудования зависимости амплитудные фазово-частотных характеристик дают возможность рассчитать резонансную частоту коэффициент демпфирования массу подвижного элемента эти параметры используются при расчете жесткости и соответственно модуль упругости исследованного образца метод инструментального интенсирования является мощной методикой для изучения многофазных поликристаллических слоистых материалов на метод на данные получаемые в методе инструментального интенсирования вносят вклад ряд эффектов например размерный эффект интенсирования если речь идет об интенсировании металлов то вокруг отпечатков возникают пластические валы которые мешают правильному определению точки контакта и влияют таким образом на твердость объем взаимодействующий с индентором существенно превышает глубины внедрения индентора что тоже необходимо учитывать данной работе исследовались образцы со сложным профилем повреждающие дозы на которых результате облучения также могут возникать эффекты загрязнения имплантации атомов однако эти эффекты не были рассмотрены в данной работе размерный эффект интенсирования можно описать путем перестроения координаты квадрата твердости от обратной глубины данный эффект заключается в увеличении чисел твердости при снижении глубины линейные зависимости наблюдаются на большинстве образцов и в данной работе они наблюдались на не облученных образцах вид кривых на облученных образцах обсудим чуть позже влияние пластических валов является фактором который необходимо учитывать после проведения инструментального интенсирования все образцы подвергались анализу отпечатков при помощи атомно силового микроскопа либо оптической конфокальной профилометрии оптическая конфокальная профилометрия является быстрым способом получения тех же зависимостей, что и для атомно-силовой микроскопии характерных. Таким образом, она использовалась преимущественно, поскольку также не требует замены кантиливеров, в отличие от зондового контактного метода. Параметры исходных образцов были приведены на слайде. Исследованные в данной работе стали Еврофер-97 и КА-181, а также сплав Вольфрама и Силаренем, проходили многоступенчатую пробу-подготовку, для того, чтобы достичь минимально возможной шероховатости. На уровне 7 нанометров. Дело в том, что требование ГОСТ на измерение инструментальной твердости 8.748, а в частности приложение Е, регламентирует глубину вдавливания, которую необходимо достичь для того, чтобы влияние шероховатости снижалось таким образом, чтобы вклад ее в значение погрешности измерения твердости составлял не более 5%. То есть глубина вдавливания должна как минимум в 20 раз превышать величину широковатости. Полученные значения зависимости твердости от глубины внедрения индемтора приведены на слайде. Для образцов Еврофер-97 можно наблюдать увеличение прироста твердости с ростом температуры облучения. Здесь и далее под температурой на графиках понимается температура облучения. Измерения механических свойств проводились при комнатной температуре. Сплавы вольфрама с рением при росте температуры облучения проявляют меньший прирост твердости, чем при более низкой температуре облучения. Все полученные зависимости имеют вид спадающих кривых. Если рассмотреть координаты квадрата твердости от обратной глубины, видно, что исходные образцы представляют собой линейные зависимости в данных координатах, а облученные образцы представляют собой вид сложной кривой, которую можно аппроксимировать двумя линейными зависимостями. Линейная зависимость, соответствующая верхнему слою, упрочненному, аппроксимируется к оси ординат и получается значение квадрата твердости упрочненного слоя. Более глубокие слои аппроксимируются в точку, близкую к твердости исходного образца. Данный пересчет проводился на всех исследованных образцах. Полученные значения при помощи конфокальной оптической профилометрии для глубины остаточного отпечатка и величины пластических валов позволили рассчитать коэффициент коррекции твердости по формуле, приведенной на данном слайде. Коэффициент коррекции твердости показывает степень пластического поведения материала. Можно наблюдать, что с увеличением дозы облучения пластичность материалов падает. Итоговые значения с учетом величины пластических валов приведены на данном слайде. Можно отметить, что на стале Еврофер 97 наблюдается наибольший прирост твердости при максимальной дозе облучения в данной работе, 10 смещений на атом, и при максимальной дозе облучения при температуре 400 градусов Цельсия. Что касается образца вольфрама с 6% мерения, то данный образец проявляет снижение прироста твердости с ростом температуры облучения. Значения, полученные методом динамического интенсирования, сравнивались с полученными методом вдавления пирамиды Викерса микротвердостью, и, как видно на данной таблице, они достаточно хорошо согласуются между собой. Моделирование методом конечных элементов для образцов Еврофер 97 было проведено с учетом влияния сложного профиля повреждающей дозы, поскольку в литературе достаточно данных для того, чтобы использовать их в качестве пределов текущести, прочности и удлинения для решения данной задачи. Метод конечных элементов был использован для моделирования. Приповерхностный облученный слой моделировался как совокупность под слоев. Полученные значения инструментальной твердости в моделировании отличаются у облученного и не облученного образца, однако, если сравнивать их с экспериментальными данными, лучше обратить внимание на зависимости разницы в твердости между облученными и не облученными образцами. Как видно на этом графике, результаты эксперимента и моделирования неплохо согласуются между собой. В зависимости силы от глубины вдавливания также показывают соответствие между значениями твердости на уровне 10%, однако, если говорить о модуле упругости, здесь имеет место расхождение около 50%. Моделирование также позволило определить высоты пластических валов, возникающих в результате вдавливания дентра. Можно пронаблюдать, что с ростом дозы облучения высота пластических валов снижается, что говорит о потере пластичности образца. Данный факт согласуется с экспериментом. Значения твердости нового сплава ИК-181 российской разработки, впервые изученного в данной работе после облучения ионами железа до дозы 5,6 мегалитрон вольт, вплоть до доз 50 смещений на атом с энергией ионов 5,6 мегалитрон вольт, приведены на слайде данной графики. Можно наблюдать, что с ростом температуры облучения прирост твердости увеличивается, что также происходит при росте дозы облучения. Значения инструментального модуля уброгости, измеренные в методе динамического индентирования, показали значения на уровне 230 гигапаскалей и практически не изменялись с ростом дозы облучения. И также были постоянны в зависимости от глубины внедрения дентра. Та же процедура обработки экспериментальных данных, что была применена к сплавам Еврофер-97 и вольфраму с 6% мерения, применялась для стали ИК-181, включавшей учет размерного эффекта и высот пластических валов. Образцы стали ИК-181 также показали прирост твердости максимальной в данной работе изученной при температуре облучения 400 градусов Цельсия и дозе облучения 50 смещений на атом. Микротвердость исходных образцов была измерена также пирамидой Виккерса, и значения микротвердости совпали со значениями твердости, измеренной в динамическом ингентировании. Моделирование ИК-181 заключалось в задании монослоя на поверхности необлученного образца, поскольку в литературе отсутствует достаточное количество данных для получения полноценной зависимости, учитывающей сложный профиль повреждающей дозы. Можно сказать, что на данный момент моделирование не может заменить реальные эксперименты, необходимо накопить большой объем экспериментальных данных, в том числе при облучении нейтронами, получить значение прочности и затем апеллировать их, составляя более сложные модели, чем были предложены в данной работе. Итак, перейдем к выводам. Данная работа позволила внедрить динамическое инвентирование в программное обеспечение наноскан 4D нанотвердомером. Были получены зависимости твердости от глубины внедрения дентера на таких сплавах, как микроферк-97, Вольфрам с 6% миления и стали К-181. При глубинах свыше 2 мкм измеренная твердость стремится к твердости необлученного слоя. И можно отметить, что прирост твердости сплава Еврофер-97 при дозе 10 смещений на атом и температуре облучения 400 градусов Цельсия превышает таковой прирост твердости у образца ИК-181 на 40%. Твердость сплава Вольфрама с рением имеет максимальный прирост твердости при температуре облучения 300 градусов Цельсия. Были измерены высоты пластических валов и проведенная работа показала, что при дозе 10 смещений на атомы выше высота пластических валов с ростом температуры снижается. Моделирование методом конечных элементов показало, что значения твердости отличаются от экспериментальных на уровне 10%. По работе было опубликовано 13 текстов. Спасибо. Вы сделали очень хороший доклад и самое главное, что вы выяснили очень четко и понятно. Поэтому для членов дистанционного средства должны быть плюсик. Вопросы к соискателю. Цели и задачи я проговорила устно на моменте положения выносимых на защиту. Это было сделано... Я могу прокомментировать устно этот вопрос. Целью данной работы являлось внедрение метода динамического идентирования в программное обеспечение наноскам, получение зависимости и твердости от глубины внедрения дентера для трех видов сплавов, двухсталей и вольфрама с рением, и изучение корректирующих коэффициентов для значения твердости с учетом высот пластических валов и обработки данных. Это задачи. Цель – это проведение исследования механических свойств с помощью метода динамического инструментального идентирования на образцах, участвовавших в имитационных экспериментах по облучению ионами. Екатерина, а чем обосновлен выбор материалов? Тем, что эти сплавы обладают после облучения гетерогенными приповерхностными слоями. Для исследователя интересно получить значение твердости таких неоднородных слоев и интерпретировать их по отношению к полученным в других экспериментах данным. Ещё вопросов? Скажите, пожалуйста, вот там пределы прочности, пределы текущности у вас таблицы были, откуда они взялись? Дело в том, что твердость – это, в общем, такая техническая достаточно, ну, не физическая, да, это параметр, который нужен для сравнительного анализа. А вот пределы текущности и пределы прочности – это физическая личина. Откуда они у вас зависят? Данные, полученные из других работ, известные из литературы, по крайней мере, график, приведённый на данном слайде, взятый из статьи, на котором были определены пределы прочности и пределы текущности, это результаты испытания образцов на растяжение после воздействия нейтронов. То есть в моделировании сравнивались прочностные характеристики, полученные в нейтронном эксперименте, с твёрдостью, измеренной на образцах облучённых ионами. А там на растяжение, то есть там полноценно облучили, то есть там не поверхность? Нет, нет, это многолетние эксперименты. Ещё вопрос. В качестве инвентаря, что вы используете, какие-то эксперименты? Типа Берковича. Трёхгранная пирамида с углой мазоточкой 142 градуса. Они делались в тиснами? Да. Ещё вопрос. Используйте динамический метод получения измерения микротвёрдости. А если мы будем использовать тревоги, то есть нагружать, разгружать и постепенно уходить на глубине метод, это другой метод какой-то или нет? Нагружение с частичной разгрузкой, вы имеете в виду? Дело в том, что эти два метода, динамический и нагружение с частичной разгрузкой, аналогичны. Однако динамический метод, он позволяет получить практически непрерывную зависимость твёрдости от глубины. То есть частота дискретности в данном случае значительно выше. Мы получаем 8000 точек на глубине 2 микрометра. И затем их усыдняем. А результаты получатся при таком инденсировании, в Вашем случае, они как-то совпадают? Я могу показать график из части ответа на вопросы, где приведён модуль упругости и твёрдость, полученные в экспериментах на плавном кварце. Это не пластический дипорнированный концепт, но понятно, что их используем в качестве талона, но, к сожалению, их нельзя использовать для данного источника. И ещё такой вопрос. Какова ошибка, связанная с неоднородностью? Вот у Вас даже на многих слайдах, на 10-м, на 14-м, у Вас показаны разные отпечатки, но почему-то поле деформации от разных отпечатков разного. Вот Вы видите, Вы выбрали самый центральный, где максимальная пластическая деформация. Дело в том, что на первых образцах я мерила по 30 отпечатков все. Потом приняла решение, поскольку это очень трудозатратно, измерять по 10 отпечатков. И на данном графике, приведённом, у меня процент разброса величины отношения глубины, величины пластического вала к глубине остаточного отпечатка на уровне 15% на данном рисунке. Если взять ещё 6 таких наборов по 5 отпечатков, то там, соответственно, какие-то отпечатки можно выбросить и получить разброс на уровне 5% данного отношения. Спасибо. Ещё вопрос. Два вопроса. Первый вопрос. Скажите, Вы исследуете конструкционный материал, да? Вот этот слой, он очень тонкий. Зачем Вам? Какие проблемы на конструкционных материалах в наличии вот этого слоя, который изменён? Спасибо, Иван Алексеевич. Вопрос резонный. Дело в том, что это часть экспериментов, которая приведёт в конечном итоге к внедрению материалов в ядерный и термоядерный реактор. Для того, чтобы сделать первичные выводы о применении того или иного сплава, хочется провести быстрый экспресс-анализ. То есть экспресс-анализ заключается в быстром облучении за сутки и за сутки измерение твёрдости. Если взять нейтронные эксперименты, которые приводят к облучению всего массива образца, то они занимают годы. Понятно. И по моделированию его, конечно, элементам. Но тут много вопросов у меня, как у человека, занимавшийся. Ну, например, скажите, у Вас динамическая задача рассматривается контакт? Нет, статическая. А почему у Вас же эндентор колеблется? Здесь я сравнивала значения твёрдости, полученные в многоцикловом испытании. То есть мной были взяты отношения силы к перемещению. Через перемещение я рассчитывала твёрдость. Нет, у меня вопрос. Вы моделировали геномический метод инвентирования? Нет, я моделировала статически. Статически. Ну, тогда понятно. Теперь скажите, а модели пластичности какие у Вас используются? Ну, там, допустим, деформационное упрочнение Вы учитывали? Да, да, я учитывала деформационное упрочнение. А, понятно. И последний вопрос тоже о трении эндентора у поверхности. Нет, трения не было. То есть Вы считаете, что это не важно? Я считаю, что данная модель требует значительной доработки для того, чтобы получать более адекватные значения. Хорошо, все, спасибо. 250 – это приведённые модели, да, у Вас? Это приведённые. Приведённые. Но всё-таки это многовато. То есть, вот, как бы, по последним данным, если мы именно модули круглости по датированию пирамиды, когда у нас есть пластиковые основные отпечатки, у нас всегда модуль чуть-чуть завышенный по сравнению с системой. Хорошо, спасибо. Ещё вопрос. Тогда слово представляется учёным-секретарем. Так, уважаемые коллеги, заключение, я буду оглашать заключение в соответствии с положением Махатризы, ваше заключение. Выключение по содержанию диссертации Исаенковой и Маргариты Геннадьевны, доктора физико-математических наук, профессора отделения ядерной физики и технологий Национального исследовательского ядерного университета МИФИ. В заключении отмечается актуальность тематики диссертации, научная новизна выносимых на защиту результатов, теоретическая и практическая значимость работы, полнота опубликования основных результатов, вопросы и замечания. Первое. При описании процесса воздействия облучения на материалы и возникающих у них при этом физических эффектов, приводящих к упрочтению, автор использует непонятные для материаловедов термины. Например, набухание или разбухание, разломные или неразрывные дислокационные петли, пузыри и тому подобное. Второе. Указанная на странице 48 формула 7 для определенной модулевой округлости может быть справедливо только для случаев без текстурного образца, а что в общем случае не выполняется. Это и отмечается в работе. Ориентация зерена оказывает значительное влияние на различие значительных свойств материала, включая предмет технических и вдавливания. Страница 42. Третье. Влебания величины круглого модуля связываются с границами, однако в работе отсутствуют данные как в размере отпечаток, так и в размере зереноследованных материалов. Четвертое. На странице 53 формула 11 допущена ошибка, которая влияет на вывод последующих выражений 12-15. Эта формула заложена в алгоритм обработки результатов. Остательно требуется пояснение, насколько существенно влияние этих ошибок на получаемые результаты. Пятое. Рисунок 26 по странице 70. Экспериментальные рассчитанные кривые нагрузки информации сильно различаются и не соответствуют друг другу, особенно по модуле упругости. В то время как автор считает их совпадающими. Интересно, по каким параметрам? Площадь по странице 6. На рисунке 25 и 28 диссертаций не указаны единицей умения напряжения и деформации. Общая характеристика диссертации. Указанное замечание не снижает общий положительный оценки рецензированной работы. В целом, диссертационная работа Гладких выполнена на высоком научном уровне. Основные результаты, изложенные в авторитерархивной рассчитации, представляются вполне достоверными. Обладают новизной, имеют как практическую, так и научную ценность. Работа соответствует требованиям положения по осуждению ученой с детьми кандидата науковой ФИИ. А ее автор Гладких Екатерина Владимировна заслуживает осуждение с детьми кандидата физико-математических наук по специальности 1.3.8 физико-контенсированного состояния. В заключение по содержанию диссертации Духова Виктора Александровича, доктора технических наук, почетного президента ООО НТМ ДТСК Курмунс. В заключении отмечается актуальность тематики диссертации, научная новизна выносимых на защиту результатов, теоретическая и практическая значимость, правда, как полнота, публикование основных результатов. Вопросы и замечания. Первое. Хорошо известно, что достаточно много дополнительной информации о механических свойствах тестированного материала можно получить в использовании инвентарной разной формы, в частности сферической. Данные вопросы и его возможности слабо отражены в данной работе. Второе. В работе присутствуют некоторые опечатки, например, неверно указанное число конкуренций, которые были в участии в висках, 6, 5, 7, 7. Высказанные замечания не снижают общей положительной оценки работы, но и исключительно рекомендательный характер. Диссертационная работа в ЛАДКИ – цельное завершенное научное исследование в области радиационного материала видения. Полученные результаты представляют как теоретические, так и практические значения. Представленная работа соответствует положению инвентарного материала. Заключение о содержании диссертации Сясько Владимира Александровича, доктора технических наук, профессора тахидоматологии, приборостроения и управления качеством Санкт-Петербургского горного университета. В заключении отмечается актуальность в тематике диссертации, научная новизна, выносимых на защиту результатов, теоретическая и практическая значимость работы, полнота опубликования основных результатов. Вопросы и замечания. Первое. В разделе «Научная новизна, диссертации и авторефераты» изложены общие рассуждения о важности задачи и характере исследований, а также их перспективности. Однако четко не сформулированы полученные новые проявления теории исследований процессов, в зависимости от их интерпретации или других результатов, соответствующих понятию научной новизна и исследований, что автор обязан будет сделать. Второе. При обработке результатов исследований и измерений не были учтены требования нормативных документов, например, ГОСТ Р-8-736, измерения прямые и многотрапные. Методы обработки результатов измерений. Основные положения, что привело в основном к качественной оценке результатов и использованию неизмеряемых критериев, которые на зависимости и удовлетворительно согласуются между собой. Рассчитанный в ходе моделирования прирост твердости оказался сопоставим с полученными экспериментами. На образцах проявления не было обнаружено существенного влияния режима облучения на увеличенном уголке. На рисунке 3 можно отметить хорошее совпадение между разницей в твердости, отключенных в исходных образцах, полученные экспериментально и измоделированные. И ряда других, не подпадающих под контрактное требование о том, что все поставленные цели и результаты исследований, в том числе промежуточные, должны быть измерены соответствующими приписываемыми металлогическими характеристиками. Третье. Не указано, где таких отечественных стали могут быть применены или сопоставлены результаты моделирования и исследований за рубежом стали. Четвертое. Не обоснованно утверждение в части изменения требований, пропустимых глубиненными временами. При наличии твердого покрытия на более мягкой подложке стоит накладывать еще более жесткое ограничение на относительно критическое губление. Однако в случае, когда на твердой подложке находятся более мягкие покрытия, критерий 1 к 10 может быть ослаблен по тело-синфе. Пятое. Не обоснованное влияние процедуры традиционной калибровки гонтера на плавном клаве цели и не рассмотрен вариант калибровки на образцах свойств с характеристиками и близкими к характеристикам исследований по периалу и возможного видов давления тестации. Следующее. Имеется ряд драматических ошибок и терминологических прополнений в части требований достав, фотоматике, исследований и обороны текстовых путем в общей материальной диссертации. Разные замечания не являются физическими и не снижают общей положительной оценки диссертации как квалификационной работы. Диссертационная работа Гладких демонстрирует зрелый научный уровень и квалификацию. Тематика диссертации актуальна. Проведенные исследования обладают признаками научной новизны, характеризуются высокой практической и теоретической значимости. Работа соответствует требованным положениям ТТИ, а ее авторы Екатерина Владимировна Гладких заслуживают присуждение степени кандидата физико-математических наук по специальности 138 физико-компенсированного состояния. Заключение по содержанию диссертации Салтатенкова Ивана Алексеевича, доктора физико-математических наук, ведущего научного сотрудника лаборатории трибологии Института проблем механики Мишлинского, Российской академии наук. Заключение отмечается актуальность тематики диссертации, научная новизна выносимых на защиту результатов, теоретическая и практическая значимость работы, полнота опубликования основных результатов, вопрос и замечания. 1. Литературный обзор, представленный в главе 1 диссертации, содержит избыточное сведение о типах ядерных реакторов. При этом, хотя работа посвящена в целом измерению твердости материалов, прошедших облучение ионами, отсутствует описание ускорителей, на котором были испытаны данные образцы. 2. Почему твердость, аппроксимированная по МиксГау, для облученных образцов на большой глубине, не стремится к твердости не облученного, а получается где-то на 10% больше? Общие характеристики диссертации указанных замечаний не являются принципиальными и не снижают общие положительные оценки диссертации. Диссертационная работа глотки продемонстрирует достойный научный уровень, тематика диссертации актуальна, проведенное исследование обладает научной новизной, характеризуется высокой практической и теоретической значимостью. Работа соответствует требованиям положениям в ПТИ, а ее автор глотки Елена Владимировна заслуживает присутствия нескольких кандидатов физико-математических наук по специальности 138 физико-компенсированного состояния. Заключение по содержанию диссертации Торской Елены Владимировны, доктора физико-математических наук, профессора РАН, ведущая научного сотрудника лаборатории трипологии, института проблем механики Мишлинского, российской академии наук. Заключение отмечается актуальность тематики диссертации, научная новизна выносимых на защиту результатов, теоретическая и практическая значимость работы, полнота опубликования основных результатов. Вопросы и замечания. При моделировании предполагается, что облучение создает упрочненный слой с однородными свойствами, в то время как неизбежно наличие переходного слоя с промежуточными свойствами. Реологические свойства, получаемые в эксперименте, обусполвлены в основном наличием пластически деформированного материала. Было бы целесообразно провести сравнение результатов динамического и плазистатического идентирования для всех исследованных материалов. Общая характеристика диссертации. Диссертационная работа Гладких представляет собой законченную научно-профессионную работу, соответствующую паспорту специальности 1.3.8 «Физика в конденсированном состоянии». Диссертация в полной мере соответствует требованиям, предъявляемых положения по суждению ученых степеней. Заключение по содержанию диссертации Попова Михаила Юрьевича, доктора физико-математических наук, главного научного сотрудника Технологического института сверхтвердых и новых изгородных материалов. В заключении отмечается актуальность тематики диссертации, научная новизна выносимых на защиту результатов, теоретическая и практическая значимость работы, полнота опубликования основных результатов. Вопросы и замечания. Первое. Неясно, что имеется в виду подформулировку на странице 6. Почти непрерывной зависимости твердости и инструментального модуля упругости от глубины внедрения инвентера. Второе. Почему сравнение результатов моделирования с экспериментальными данными приводится в тексте раньше, странице 70, чем глава, посвященная эксперименту, странице 71. Поведенные вопросы и замечания вносят скорее рекомендательный характер и не снижают общее положительное впечатление от представленной диссертационной работы, которая является законченным научным исследованием и выполнена на высоком научно-методическом уровне. Содержание объема новизны научной практической значимости полученных результатов, диссертация исследований методом динамического инвентирования механических свойств обученных реакторах материалов в соответствии к ременному положению и посуждению ученых степени ВКТИ, а ее автор ВКТИ Екатерина Владимировна заслуживает посуждение ученых степени кандидата физико-математических наук по специальности 1.38 физико-компенсированного состояния. Заключение по содержанию диссертации Шешина Евгения Павловича, доктора физико-математических наук, заместителя заведующего кафедрой вакуумной электроники Московского физического института. Заключение отмечается актуальность тематической диссертации, научная, но не знаю, выносимых на защиту результатов, теоретическая и практическая значимость работы, полнота публикования основных результатов. Вопросы и замечания. 1. В главе 1 следовало будет привести типичный график зависимости прочности стали от дозы облучения нейтронами. 2. В подписях осеян на большинстве графиков в качестве разделителей десятичных дробей присутствуют запятые, а в некоторых точках, например, рисунок 18b. 3. В тексте диссертации отсутствует пояснение, с чем связан выбор частоты и амплитуды колебаний инденторов в процессе динамического инструментального индентирования исследований по процессу стали. Диссертация гладких является оригинальным и завершенным научным исследованием. Наиболее значимым вкладом является разработка методики испытания сплавов, прошедших по получению ионами, позволяющих количественно оценить механические свойства их при поверхности слоев в патронной толщины. Диссертация полностью соответствует требованиям положениями ПТИ о присуждении ученых степеней. Далее имеется заключение организации, где была проведена апробация работы, заключение психологической институты сверхтвердых и новых педагогных материалов. В заключении отмечается, что в период подготовки диссертации в 2018 году по настоящее время соискатель гладких литеративно-задуманного работала в психологической институте сверхтвердых и новых угородных материалов в должности бывшего научного сотрудника. В 2018 году гладких литеративно-задуманного работала в 2018 году окончила Московский физико-фитическое институте. В 2022 году окончила очную институту Московского физико-фитическое института. Далее отмечается заключение, что тема диссертации является актуальной. Приведены основные результаты диссертации. Отмечается научная диссертация. Новизна диссертации. Практическая значимость работы. Указано, что материалы диссертации отбывали полный автором в шести работах. Отмечается личный вклад соискателя. Основные результаты докладывались на следующих нарушках конференции. Список конференций ПВД. Указано, что содержание диссертации соответствует паспорту специальности 1.38 физико-конденсированное состояние. В диссертации исследования методом динамического инвентирования механических свойствами ученых-проекторных материалов в гадких экстриме в 1.9 рекомендуется в защите на соискание ученых-техниках кандидатов физико-конденсированных наук в специальности 1.38 физико-конденсированное состояние. Апробация диссертации проведена на заседании ученого совета ТИСНУМ. И заключение подтверждено директором ТИСНУМ Терентьевым Цепием Александровичем. Также имеется заключение от ведущей организации Центральной научно-исследовательской институтной 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 инстит внедрение метода пиона на скан не отражено в практической значимости работы. Второе. Обоснование выбора метода учета классических полов при наноинвентировании пирамиды Иберкович, обученных пионами образцов, не отражено в новизне исследований. Третий. Заявлено, что результаты проведенного метода конечных элементов согласуются с экспериментальными данными, не уточняясь, в чем именно состоит согласие. Недостаточно обосновано построение диаграмм деформирования на базе литературных данных. По нейтронному обучению применительно к моделированию обученного ионными слоями. Четвертое. В работе явным образом не приводится сравнение радиационно-индуцированного и прочим методов мартинситных стали Еврофер-97 и ЭК-181 в результате облучения в зависимости от температуры облучения. Пятое. Избыточно приводится информация о возможности измерения вязко в кругах характеристиках, характеристик методом динамического инструментального инвентирования, поскольку далее речь об измерении вязко-компонентных ион. Шестое. Выводы к работе не отражено сравнение упрочнения вальфрама ремии с чистым вальфрамом. Поэтому нельзя сделать вывод о возможности моделирования облучения ионными железа нейтронного воздействия, при котором в результате ядерных реакций генерируется ремия. Седьмое. В работе указано, что максимальное радиационное упрочнение стали ЭК-181 имеет место в диапазоне температуры облучения 250-400 градусов Цельсия. Однако из других экспериментов известно, что диапазон максимально упрочнение шире и достигает температуры 450 Цельсия. Сделанное замечание не снижает актуальность, научную новизну и практическую ценность диссертации. Характеризуя работу в целом, необходимо подчеркнуть, что она вносит заметный вклад в радиационные материалы и способы определения механических характеристик на образцах облученных ионных пусковиков. Тематика диссертации полностью соответствует паспорту специальности 1.3.8 физико-конденсированного состояния. Считаем, что данная диссертационная работа соответствует положению присуждений ученых степени ЛФТИ. А ее автор Матвии Екатерины Владимировны за результаты полученной при исследовании механических свойствах ученых реакторов Папириалов заслуживает присуждение ученых степени к кандидату физико-матологических наук по специальности 1.3.8 физико-конденсированного состояния. Подписка заместителем начальника Маргулина, ученым-секретарем Алексеевой и утверждена заместителем генерального директора Каштанова. Также имеются два отзыва на диссертацию. Отзыв Бедина Сергея Александровича, кандидата физико-математических наук, высоко квалифицированного старшего научного сотрудника в лаборатории новых атомных материалов Троицкого обособленного подразделения Физического института Российской Академии Наук. Отзыв положительный и замечаний нет. Отзыв Кузнецова Андрея Петровича, доктора физико-математических наук, директора Института лазерных и плазменных технологий Национального исследовательского ядерного университета МИФИ. Отзыв положительный. И также имеются отзывы на периферацию. Отзыв Кузнецова Ивана Андреевича, кандидата технических наук, генерального директора общества с ограниченной ответственностью в сети научно-производственной дни ИСИКОМ. Отзыв положительный. Есть ряд замечаний. Первое. Некоторые выводы из экспериментально полученных данных сделаны в декларативной форме, что несколько затрудняет анализ представленных результатов. Второе. Пункт 5. В результате вывода страницы 25. На мой взгляд, недостаточно точно отражает результат проведенной работы, поскольку в нем говорится о корреляции упрощения с микроструктурой, которая была установлена в рамках сторонних исследований. Таким образом, данный пункт не в полной мере относится к личным результатам автора диссертационной работы. Указанные недостатки не имеют принципиального характера и не препятствуют общей положительной оценке диссертационного исследования. Отзыв положительный. Отзыв Козеевой Татьяны Вадимовны, кандидата физико-математических наук, Коцента, отделение лазерных и плазменных технологий, Национальное исследование в ядерном университете помешки. Отзыв на авторитерат положительный. Замечания нет. Отзыв на авторитерат Ильиченко, старшего научного сотрудника Государственного научного центра Троицкий институт инновационных термоезов исследований Триити. Отзыв положительный. Замечания нет. Отзыв Калдаевой Марины Викторовны, Кандидата физико-математических наук, Старшего научного сотрудника Института кристаллографии имени Шутникова Российской Академии Наук. Отзыв положительный. Замечания. Из-за ограниченного объема авторитерата Создается ощущение недостаточного количества Иллюстративного материала. Но это не уменьшает консультацию работы. У меня все отзывы и запрещения. Вопрос к этому есть? Нет. Тогда пошел ты. Начну с ответов на замечания ведущей организации и постараюсь быть краткой. Во время доклада в ведущей организации мной не был сделан акцент на том, что внедрено в программное обеспечение наноскан предложенный способ измерения динамическим инструментальным инвентированием. В докладе о настоящем я сделала этот акцент. Не обоснован выбор метода учета пластических валов и почему он не включен в научную новизну исследования. Дело в том, что формула учета пластических валов в влиянии на значение и твердости взята из литературы и поэтому не вошла в научную новизну. Заявлено, что результаты эксперимента согласуются с моделированием. Уточню, в чем именно состоит согласие. Дело в том, что взятая модель представляла собой совокупность подслоев, облученных нейтронами. Их свойства были взяты на вход модели. И можно сказать, что разница в значениях твердости между облученным и необлученным образцом совпадает в эксперименте и моделировании на уровне 10%. В литературе отсутствуют данные по диаграммам деформирования для облученных железом, ионами железоматериалов, поэтому были взяты результаты нейтроники. Следующее замечание. В результате работы явным образом не показаны зависимости прироста твердости для образцов стали в зависимости от температуры облучения. На данном слайде я этот график привожу. Что касается избыточной информации о возможности измерения вверху пророких свойств, с замечанием согласна. Данный факт был освещен, поскольку это является преимуществом метода динамического инвентирования. В выводах работы не отражено сравнение упрочнения вольфрама с 6% миления с упрочнением, возникающим в чистом вольфраме. В разделе «Литературный обзор» глава 1 приводится значение твердости для образцов, облученных в нейтронных экспериментах, и можно сравнить их с полученными в результатах работы облучениями для сплава вольфрама с 6% миления. Можно увидеть, что при облучении ионами железа чистого вольфрама упрочнений значительно меньше, чем полученное в данной работе. И эксперимент нейтронный ближе к данному эксперименту. Однако известно, что 6% рения нарабатывается при дозе 30 смещений на атом. То есть данные полученные могут быть использованы в качестве оценок. В работе указано, что максимальное радиационное упрочнение имеет место для стали К-181 в диапазоне температуры облучения от 250 до 400 градусов Цельсия. Действительно, в данной работе исследовался именно этот температурный диапазон облучения. После написания данной работы были получены новые данные, которые говорят о том, что максимум радиационного упрочнения лежит вплоть до температуры 450 градусов Цельсия. Эти данные не включены в диссертацию, поскольку она была написана раньше, чем были получены эти данные. В замечаниях, касающихся литературного обзора, приведено отсутствие графика. Вот я его привожу здесь на слайде. Согласно с тем, что на большинстве графиков качество разделителей запятые, а не в некоторых точках. В тексте диссертации не пояснено, с чем связан выбор частоты и амплитуды колебаний дентеров в профицейсе динамического инвентирования. Дело в том, что этот момент заключается в следующем. С одной стороны, амплитуда колебаний должна превышать соотношение сигнал-шум, а с другой стороны, амплитуда колебаний не может быть существенно превышающей величину необходимого нам для изучения участка глубины инвентирования. Если мы возьмем амплитуду колебаний около 50 нанометров или более, то нам придется исключить из расчетов твердости данные, когда индентер отрывается от поверхности образца на обратном ходе. Поэтому была взята амплитуда на уровне 20 нанометров. Что касается частоты колебаний дентера, большинство производителей подобных нанотвердомеров рекомендуют использовать частоты в диапазоне от 1 до 50 Гц, поскольку большие частоты близки к резонансной частоте и при инвентировании могут проявиться некие паразитные эффекты, связанные с резонансными частотами системы подвеса нанотвердомера. Меньшая частота повлечет за собой получение меньшего количества экспериментальных данных в одном цикле инвентирования. Поэтому частота 10 Гц была взята как наиболее предпочтительной. Действительно, получение информации о природе материалов может быть осуществлено с помощью других форм индентера, в частности сферических. Если к этому вопросу вернуться с точки зрения гетерогенных образцов, имеющих сложный профиль повреждающей дозы, то на данный момент отсутствует методика, по которой можно было бы интерпретировать экспериментальные данные, поскольку инвентирование сферы не является автомодельной задачей, а инвентирование треогранным пирамидой является автомодельной задачей. И с результатами экспериментальных данных, которые могут быть получены при инвентировании сферы, требуется проводить дополнительные эксперименты и обработку данных. Присутствуют некоторые опечатки. С замечанием согласны. При описании процессов воздействия облучения используются неправильные термины, например, набухание вместо распухания. С замечанием согласны. Указанная формула для расчета величины модуля упругости не может быть использована в случае неоднородного образца. Замечание также связано с следующим вопросом о том, что колебания величины упругого модуля связывают с границами, а в работе отсутствуют сведения о размерах отпечатки. В работе можно пронаблюдать профиль, полученный после инвентирования. По нему размер отпечатка 10 микрометров составляет. Что касается характеристик микроструктуры образца, я привожу на данном слайде полученное коллегами из Курчатского института изображение с сканирующего электронного микроскопа, на котором видно, что размеры зерен стали в РОК-97 находятся на уровне 100 нанометров и меньше. Поэтому делается вывод о том, что образец является однородным при глубинах интенсирования, которые были характерны для данной работы. На странице 53 имеется опечатка в формуле 11. На самом деле это не опечатка, а лишние символы, которые при копировании формы возникли случайным образом. Дело в том, что... Извините. Данное соотношение далее приводится в верном виде. И не входит... Вот тут можно понаблюдать, если бы множитель KF присутствовал далее, то величина S на него бы умножалась. Дальше эта ошибка не пошла. При создании модели и внедрении индентера можно было бы применить симметрию 1,6. Я использовала симметрию циклических граничных условий, поэтому использовала 1,3. Думаю, что да, 1,6 можно было бы использовать. Рисунок 26 показывает, что значения модуля упругости существенно различаются. Дело в том, что, как я уже сказала, значения твердости по данным графикам отличаются на уровне 10%, а значения модуля упругости существенно различаются, более чем на 50%. Я связываю это с недостаточным размером модели. Дело в том, что значения твердости мало чувствительны к глубинам внедрения по отношению к толщине образца, а значения модуля упругости, видимо, более чувствительны. Здесь я привожу для сравнения кривую нагрузки разгружения, полученную при идентировании на глубину 1 мм. и видно, что коэффициент наклона кривой дает ошибку в определении модуля упругости на уровне 30%, а не 50%. То есть модель требует доработки и в этой части тоже. Не указаны единицы измерений на графиках, полученных при моделировании методом конечных элементов. Да, действительно, данная ошибка присутствует. Здесь я привожу написанные максимальные значения для напряжения. и единицу измерений для деформации. Неясно, что имеется в виду под формулировкой почти непрерывной зависимости твердости. Под почти непрерывной данной работе имеется в виду дискретные зависимости с шагом между точками 2 мм. Почему глава про моделирование содержит сравнение с экспериментальными данными, при том, что экспериментальные данные приводятся в конце диссертации? Данная организация работы была выбрана с точки зрения иллюстративного материала, поскольку в главе про моделирование хотелось привести сравнение с экспериментом, а наиболее значимые результаты, полученные в эксперименте, вынести в конец. Литературный обзор избыточно содержит сведения о типах ядерных реакторов, но не содержит сведений о процедуре облучения и схеме установки. Значения твердости, аппроксимированные по Nix-GAU, для облученных образцов на большой глубине не стремятся к значениям твердости для исходного образца. Данное замечание с замечанием согласно. На образцах Европер-97 отличие на больших глубинах инденсирования составляет 10%, на образцах ИК-181 была выбрана большая максимальная глубина инденсирования, 2,25 мкм, и отличие между образцами составило 7%, что говорит о том, что в приведенных экспериментах недостаточно глубина инденсирования для того, чтобы значения твердости совпадали абсолютно с значениями твердости внутреннего неупрочненного слоя. То есть влияние покрытия оно все еще проявляется, даже на таких глубинах. В разделе научная новизна изложено общее рассуждение о важности задачи и характере исследований. Научная новизна данной работы лежит в области того, что были получены новые зависимости на образце ИК-181 перспективно российской стали и проведено ее сравнение с образцами известной стали Европер-97 в диапазоне температуры облучения от 250 до 400 градусов Цельсия. Был определен диапазон глубин, на которых на значение твердости при поверхностных слоев влияет значение твердости внутренних нижележащих неоплученных слоев. При обработке результатов не были учтены требования нормативных документов к выполнению представлений. Таким образом, все оценки качественные. Замечанием согласна. Могу сказать, что на графиках, привезенных в работе, присутствуют погрешности и рассуждения проводились с учетом этих погрешностей. Главным результатом работы является получение зависимости и твердости от глубины внедрения интентора. На данный момент метод динамического инвентирования не включен в ГОСТы и что, соответственно, метрологическое обеспечение для данного метода требует дальнейшего развития. Не указано, для каких отечественных сталей могут быть применены или сопоставлены результаты моделирования и исследования зарубежных сталей. На данном слайде я привожу некоторые виды стали, для которых может быть применен данный метод и замечанием согласны. Не обоснованы утверждения в части изменения требований к допустимой глубине внедрения. Критерий 1,10 является выявленным эмпирически и закрепленным в стандарте требованием при испытании образцов с покрытиями. Существует ряд литературных источников, которые проводили эксперименты по изучению мягких покрытий с твердой подложкой и в этих экспериментах было показано, что данный критерий имеет место быть замененным на 0,7. И, собственно, я привожу ссылку на литературный источник, где обосновано внедрение такого критерия. В данной работе этот критерий не использовался, поскольку были исследованы образцы более твердого слоя на мягкой подложке. Не обосновано влияние традиционной калибровки на плавленном кварце. Здесь я привожу зависимости модуля инструментального и твердости, полученных при индиницировании плавленного кварца. Образец плавленного кварца является общепринятым для процедуры инструментального индиницирования, поскольку на нем не образуется никаких оксидов. Его твердость не зависит от скорости деформации, и этот образец аморфный, у него нет никаких выделенных направлений, поэтому калибровка была сделана именно на нем. Даже методом динамического инструментального индиницирования были получены значения твердости, совпадающие со статическим вдавливанием. Тем не менее, я согласна с тем, что калибровка может быть проведена на других образцах, и, наверное, это следует сделать при дальнейшем, при дальнейшей работе. Вот, с замечанием согласна. С тем, что в работе присутствуют опечатки, я грамматические ошибки согласна. При моделировании предполагалось, что облучение создает упрочненный слой с однородными свойствами, однако неизбежное наличие переходного слоя с промежуточными свойствами. Да, с замечанием согласна, модель требует расширения, доработок и возможности включения переходных слоев. Реологические свойства получения в эксперименте обусловлены наличием пластически деформированного материала. Сравнение динамического индиницирования и квазистатического проводилось на первых этапах работы, еще в 2015 году, когда сравнивались динамические кривые с полученным многоцикловым сдавливанием. И на исследованных в тот момент образцах, это были Еврофир 97, сравнение данных показало, что отличие несущественное, не превышает 5%. Поэтому на всех остальных образцах метод динамического индиницирования использовался уже как верифицированную методику. Некоторые выводы из... Это замечание к автореферату. Некоторые выводы из экспериментально полученных сделаны в декларативной форме, что затрудняет анализ. Дело в том, что автореферат обрадает ограниченным объемом, там приведены только основные результаты и все пояснения находятся в тексте диссертации. Пункт 5. Результаты и выводы, приведенные в автореферате на странице 25, недостаточно, отражают результат работы, поскольку касается микроструктуры. А автор данной работы микроструктурой не занимался. Согласна, да, действительно, в выводах написано данный факт, чтобы подчеркнуть место данной работы в общем комплексе испытаний и имминационных экспериментов по изучению влияния облучения ионами на значение твердости таких образцов, как современные российские стали. КАС-181. И еще одно замечание. К сожалению, из-за ограниченного объема автореферата создается ощущение недостаточного иллюстративного материала. Объем иллюстративного материала выбран из соображений того, чтобы в нем находились наиболее значимые результаты. Спасибо. Кто принадлежит вопрос? Нет. Спасибо. Тогда слово научному руководителю Решетову Владимиру Николаевичу. Постарайтесь уложиться в 10 минут. Вы вас попросите сюда. Да, сюда. А? Я не буду рассказывать про работу. Я расскажу про человека. Мы знакомы с Катей уже более 7 лет. Я даже написал короткие тезисы. С моей точки зрения, самое главное, сложившийся экспериментатор, который грамотно умеет анализировать теоретические данные и много-много другое. То есть экспериментальный делает навыкам, протезные техники. Умеет измерять кропотливо, надежно, находить потерянные образцы. Все, что положено на экспериментатору, хранить их. Все, как вам. Все, контроль полный. Во-вторых, я хотел сказать, что это отличный педагог. В физиологии прошло уже не один десятый студентов, и миссисы, и физтеха. То есть, хотя формально я руководитель их часто, но вот работала она с ним как ополох на аспирантов, чтобы получать теоретическую практику и передавать свои знания. Я уже проверял, как проект передают. Передают замечательные. Она у нас технический писатель. Это не прозвучало почти, что текст, отпечаток, много говорят, еще чего-то, но наши все отчеты и инструкциях на основе практически за ее руки. То есть, именно она является тем человеком, который именно, как сегодня называется, технический писатель. Технический писатель, которые понятны пользователям. Ну, текстно корректируют, исправляют. Это очень важный навык для научного работы. Вот, с моей точки зрения, она очень важный элемент, что называется инфраструктура научной, и конкретно нашей лаборатории, которой я руковожу. Потому что понятно, что у нас коллектив, в этом коллективе занимаются разными задачами. Были, это теоретики, экспериментаторы, расчетчики. Сейчас как раз подхватывает ту компетенцию, которая от нас ушла с точки зрения расчета. Поэтому, это не очень красивый результат. Вот, человек, который занимался расчетами, нашел более хорошее место работы. Вот, поэтому, действительно, она универсальный солдат, и солдат, каким-то считать, да. Работник, короче, да. Ну, и последнее, что я еще хотел сказать, в данном случае, что, на самом-то деле, как вы все понимаете, у нее, с вещами, гораздо больше результата, чем то, что она представляет. То есть, здесь выставлено просто одно конкретное исследование, совершенно четко поставленной задачей, а так, в общем, нет ни одной работы, у нее будет 20 работ, которые опубликованы, то есть, примерно, понятно, что она участвует во всей деятельности, во всем этом делом. И в опыте, и в новых приборах, и в разработке, и так далее. Поэтому, я считаю, что полностью соответствует всем требованиям научному работнику, и в том числе, научно-пеликологическому работнику, чему сейчас намерена астерантовка. То есть, она не только умеет работать, но умеет готовить новые кадры, что очень актуально. О чем, на всякий случай, могу сказать, было очень много речи на конгрессе молодых ученых, с которых я только что взвернулся, так как раз, без галстуков. То есть, я сегодня прилетел из Кочи. Теперь у нас по плану общей дискуссии. пошли не только члены регистрационного совета, но и те желающие могут выставиться. Там, действительно, сильная нормальная диспетка, которая может получить людей, как нам сказать, и сама работа. Поэтому, воюзные, не так же. есть? Ну, давайте я так скажу, вот, смотрите, мне действительно очень понравилось, она, во-первых, хорошо выступила, довольно, результаты, но, после того, как Владимир Николаевич Иракуриев сказал, что это универсальный солдат на научном фонде, это вообще уже все. Это предел совершенства. поэтому я предлагаю естественно проголосовать за эту работу. Алексей Юсиинов, заместитель директора по научной работе ГНЦ РФ Тисну. Я вот хочу поделиться с вами своей радостью, являясь непосредственным работодателем Екатерины, что нам, конечно, очень повезло, что в наш научный коллектив в свое время, уже сколько, семь лет прошло, попала значит, Екатерина, и она с вами трудолюбие утоптала, можно сказать, наше такое непростое для, особенно для девушек, направление, связанное с приборостроением. Оно такое часто неблагодарная работа, требует очень такого кропотливого отношения, и она, конечно, блестяще с этой работой, ну, с теми задачами, которые ей ставились, справлялась и освоила весь практически спектр экспериментальных установок, которые у нас есть. И эта работа, как правило, правильно Владимир Николаевич сказал, она, ну, как направление для нас важна, и она, конечно, не закончится тем, о чем рассказывала Екатерина, потому что и Виктор Александрович очень правильное замечание сделал, там, для этих задач наконечников Берковича дело неограниченное, сейчас мы осваиваем микросферические алмазные геометрии, которые, конечно, тоже для этих задач крайне, крайне важны, поэтому прошу совет поддержать кандидатуру Екатерины Владимировны. Обладатель того же самого прибора, что использовался естественно, от выбора. Вот, прибор хороший, но он требует головы и рук, для того, чтобы на нем получать такие корректные, хорошие результаты. Вот, поэтому, безусловно, эта работа первоклассная, и что еще важно, что, ну, я вижу много направлений, куда можно ее продолжать, двигать, это тоже очень хороший признак, такой вот, хотя принято говорить, что законченная работа, но она не закончена, на самом деле, здесь, да, спасибо. Спасибо. Игорь Михайлович, в открытом космосе и есть сильное ионное излучение и оно известно, что оно влияет на трение и вот именно вот эти работы они как-то очень хорошо вписываются. Спасибо. Игорь Михайлович, в нашем диспетсе достаточно положительный мини- в работе и в этом пути все-таки здесь на улице смотрят на вас. Теперь вам закончим консерву. Спасибо всем присутствующим. Мне было очень приятно услышать такие положительные отзывы. Я безумно благодарна за замечание. Мне на самом деле понравилось выступление ведущей организации. Люди, которые меня заслушали, оказались специалистами в теме, возможно, даже больше, чем я. И диссертационная работа направлена была на решение одного вида задач. В процессе ее я поняла, что требуются необходимые доработки. И я благодарю всех своих коллег из Фабанаутисум, из Курчатовского института, которые предоставили мне образцы, помогали с обработкой экспериментальных данных, заслушали мои доклады перед конференциями и читали тексты публикации, которые я готовила. Всем спасибо. Уважаемые коллеги, предлагаю выбрать счетную комиссию Быкова Виктора Александровича, Попова Михаила Юрьевича и Солдатенкова Ивана Алексеевича. Проголосите, пожалуйста. У нас сейчас будет некая техническая минутка, поэтому остается кто-то что-то безумие. Прошло. Было ровно 7 увеличений. Шахтунский 4 совета. За 7. Крут Нет. Виктор Чардж Поэтому дефтерийно. Вот так. Вопросы есть? Вопросы есть? Значит, мы должны утвердить оттуда и доставания и доставания и доставания и доставания. Следы? Спросим. Продисовать, но кто заставать? За протокол. Все. Тогда вас здоровья. Здоровья. Теперь у нас окружение проектов заключения. Проект заключения был всем рожден. Уважаемые члены писатель, если есть какие-то замечания, просьба в рабочем порядке передать мне, я вам верну. Если замечаний нет, тогда можем вернуть. Тогда сейчас отпиток было с вами. Проверь. У нас своя корпорка. Ну, хорошо. Так, у меня пока предложение к вам вылить свое замечание на мне выставить. Я исправлю, вам покажу и после этого мы покажем это окончательное видео. Сейчас за проект. Что за проект? И за то, чтобы подседем разошли уроки начинайте проектирую. Тогда без защиты у вас закончено. Еще раз поздравляю вас. Поздравляю вас. зато седем. Спасибо. 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 Продолжение следует...